Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы снова с вами на прямом эфире в четверг. Тема нашего сегодняшнего эфира – День неизвестного солдата. Новая памятная дата, как вам известно, не так давно появилась в России в 2014 году. Сегодня мы как раз отмечаем этот праздник. В гостях у нас российский историк, кандидат исторических наук, заместитель заведующего кафедры международной безопасности МГУ имени Ломоносова Василий Александрович Веселов. Здравствуйте, Василий Александрович! Здравствуйте! Василий Александрович, я предлагаю нам начать непосредственно с разговора о самом дне, почему он отмечается именно сегодня, 3 декабря. Это как-то, возможно, связано с битвой под Москвой или с какими-то другими обстоятельствами? Как вам известно? Дарья, спасибо большое. Действительно, сегодня этот день, к которому, наверное, мы еще просто не успели привыкнуть. 3 декабря мы отмечаем уже несколько лет подряд память невестного солдата. И эта дата была установлена неслучайным образом. Она приручена к тому дню, когда в Москве у стен Кремля было совершено перезахоронение одного из невестных солдат, погибших в битве за Москву. Это произошло 3 декабря 1966 года. А на следующий год, в Дню Победы, 8 мая 1967 года, там был открыт мемориал и был зажжен вечный огонь, который горит и по сей день, напоминая нам о всех погибших в Великой Отечественной войне. Обычно этот мемориал мы видим каждый год 9 мая. Проводится специальное такое мероприятие, минута молчания, когда мы видим этот вечный огонь, мы слышим голос дикторов. Но очень важно, что именно, почему именно битва за Москву. Война продолжалась 4 с лишним года, и неизвестные солдаты практически появились каждый день. То есть, как правило, солдат, либо порвавший безвести, либо личность которого погибший, но личность которого не была установлена. То есть, условно факт его гибели, семья получила похоронку, но где именно он был похоронен, по тем иным причинам осталось неизвестно. Пропавшие безвести у нас были, начиная с первого дня войны и кончая самым концом, у нас это было ключевое событие Великой Отечественной войны. Это магичная точка зрения. Я понимаю, что с этим можно спорить. Я просто хотел бы сейчас в качестве, ну, может, иллюстрации своих слов показать несколько изображений. Дарья, если позвольте мне сейчас запустить демонстрацию экрана, несколько изображений. Вот давайте, так, скажите, пожалуйста, Дарья, виден сейчас слайд? Да, Василий Александрович, все видно, отлично. Видно, да? Видно, что этот, это просто, хотя бы один документ, он, в общем-то, известен, да? Но просто сейчас, именно он подтверждает то значение, которое битву за Москву и ждать сыграл в Великой Отечественной войне. Это по сравнению с Государственной комитетом обороны 15 октября, подписанная Сталином. Оно было рассекречено очень недавно. Почему оно было рассекречено так недавно? Ну, здесь слева мы видим этот черновик с рукописной правкой Сталином, да? Его подписи. А справа это уже подписанный документ. О чем это речь? Об эвакуации столицы СССР, города Москвы. Речь идет об эвакуации дипломатического корпуса, об эвакуации правительства, об эвакуации органов военного правления. И самое главное, что здесь, что правительство эвакуируется немедленно, а Сталин завтра или позднее по обстановке. То есть, о чем это говорит? Фактически, это говорит, что такое эвакуация столицы, да? То есть, эвакуация правительства из столицы, да? Это в точке нехода войны, это фактически сдача города. Тут мы даже вспомнили, опять же, вспомните, что предшествовало этому, да? Есть драматизм этой ситуации. Это первая половина октября, да? Немецкая операция «Тайфун», наступление на Москву. Здесь, в общем-то, ну, нельзя сказать, это была ошибка советского командования, но не ждали того, как будут действовать немцы. Что предполагалось, что немцы нанесут удар по кратчайшему направлению, да? Вот это ось Смоленск, Вязьма, Можайск, Москва. По-другому принципу немецкой командования, видите, что они нанесли удар на флангах. Попала в окружение группировка наших войск, это называется «Вязьмский котел», в котором в том числе погибла большая часть московского ополчения, в том числе ополченцы Миромосковского университета. Ну, Дарья, вы знаете, что у нас есть памятник у первого монетарного корпуса, опять же, каждый год происходит возложение. Они именно там погибли, в основном. Именно здесь, кстати, работают поисковики Московского университета. И каждый год, ну, вот в этом году не было такой церемонии, по понятным причинам, да, вот Виктор Анатольевич Садовничевич объявляет, что наши поисковики университета нашли столько-то воинов, уснули личность столько-то. Это именно здесь. Почему? Потому что здесь, к сожалению, у них очень много материала для находок. То есть немцы рвутся к Москве, выходят на ближние поступки. Вот тоже картинка, в принципе, это карта Москвы. Вот это вот, это то, что мы все называем Московское центральное кольцо, да, по которому ездят поезда. Тогда это называлось Московская окружная железная дорога. Именно она стала рубежом. В общем-то, как бы, фрагмент, опять же, известное нам с вами место. Это Московский. Вот где, значит, это из лучшей Москвы реки, это лужники. Вот здесь примерно стоит главное здание. То есть, мнение, что главное здание стоит там, где проходил передний край обороны. То есть, вот, просто понимаешь, что, вот куда пришел фронт. Что фронт пришел туда, где сегодня, в общем-то, ходят, Ну, сейчас сегодня студенты, приносно слово, не ходят, да, из-за особых обстоятельств. Но вот это вот там, где кипит ключом студенческая жизнь. То есть, война пришла фактически в город, Москву. И поэтому, вот, принимаясь, вот это вот драматичное решение. Знаем, что с конца лета строился вот этот последний рубеж обороны. То есть, если бы это решение было выполнено, об эвакуации правительства со своим Сталином, из листального уехала в Москву. Ну, вот строился этот рубеж, от Онежского озера до Каспийского моря. Вот его строили, наверное, саперной армией. Совершенно уникальное формирование в истории, да. Вот последний рубеж обороны после издательства. Проблема в том, что Москва, это еще и транспортный... Ну, не только символ, это политический центр. Это еще и транспортный узел. Если бы немцы захватили Москву, очень было трудно было нам обороняться, а им было бы легко наступать. Поэтому неясно, что было бы дальше. Это все уходит, выводит нас в область альтернативной истории. Важно, что было в реальной истории. Сталин не уехал за Москву, он в Москве и остался. Было принято решение город защищать. И поэтому, на мой взгляд, битва за Москву была ключевым эпизодом войны. Если бы Москва была сдана, исход войны был бы, на мой взгляд, другим. Наверное, что-то такое ждало бы нас подобное Брестскому миру 2. Или как сейчас принято говорить, 2-0. Но этого не случилось. И битва за Москву стала поворотным пунктом. Мы знаем, что очень было далеко до победы. От декабря 1941 года. Но почему? Я считаю, что это был ключ. И смотрите, что происходит. Вот это немецкое наступление и последняя финальная стадия. Мы все-таки с вами изучаем международные отношения. Фонд Горчакова – это фонд публичной дипломатии. Мы с вами в прошлый раз тоже говорили о мировой политике. Обратите внимание, что речь идет о сотрудничестве с союзниками. Переписка Черчилля со Сталином. Незадолго до конца ноября. Что Черчилль отправляет в Москву Идена, министра странных дел, для переговоров, где должны обсуждаться два вопроса. Первое. Отправка английских войск на наш фронт. Это была просьба Сталина, высказанная еще в сентябре, по модели Первой мировой войны. Что английский корпус, понимаете, для нас вообще-то была унизительная вещь. Мы просим прислать англичанам войска на наш фронт. Это, опять же, малоизвестный документ, но он был. Это переписка двух руководителей. Черчилль соглашается. Вторая часть его послания на ябрьского. Второй вопрос, что мы еще будем готовы обсуждать после военной руководства мира. Заметьте, мы стоим на грани катастрофы. Но решение Москвы не сдавать уже принято. И мы готовы обсуждать после войны. Причем интересно, что с участием трех сторон США, которые еще в войну не вступили. Три главных участников. И действительно, Иден приезжает в Москву. Но когда он приезжает в Москву? Когда уже началось наше контрнаступление. То, что началось 5 декабря. То, к чему было приручено открытие этого мемориала. Неинтересно, солдат. Создание. Это именно начало декабря. Приезжает в Москву Иден. Идет переговор. Что произошло одновременно? На других фронтах. Это шла Вторая мировая война. 7 декабря. Под Москвой начинается контрнаступление. США терпит поражение в Прид-Пер-Харборе. Английский флот терпит тяжелое поражение в Тихом океане. Там погибли два корабля. Линкор Принц Офэллс и Ленин Крейсер Рипплс. Это было все, что было включено там. Это фактически английская Цусима. Не случайно. После этого Чешель в парламенте произвест речь, которая говорит о вкладе Красной Армии в победу. Что на фоне поражения союзников на Тихом океане Красная Армия начинает громить немцев. Начинает свое контрнаступление. Это было, опять же, мы знаем, что сегодня это был 2 года победы. Но современники поняли, что что-то изменилось. Вот он, луч надежды. Мы начинаем побеждать. И поэтому, когда в Москву приезжает Энтони Идом, уже речь идет о другом. Уже речь не идет о посылке английских войск на наш фронт. Они начинают обсуждать послевоенное устройство мира. Это Белорусский вокзал. Потом Молотов летит в Лондон, в Вашингтон, подписывается документы. Все было потом. Но важно, что, на мой взгляд, именно битва за Москву была тем кирпичиком, из которого начал складываться послевоенный мир, то, что мы называем Ялтинско-Позданский мировой порядок. Люди, которые погибали в Москве, ополченцы, которые погибли в Ятинском котле, интересный солдат, который погиб под Крюково и который захоронен у Кремлевской стены, никто из них не думал о мировом порядке. Они выполняли свой долг. Они защищали Москву. Но в действительности, мы понимаем, сегодня, с высоты сегодняшний день, они делали именно это. Они создавали тот мир, в котором мы живем. Василий Александрович, мой второй вопрос касался темы попыток установить личность неизвестного солдата. Вы уже частично на этот вопрос ответили. Может быть, вы хотели бы чем-то еще дополнить этот комментарий. И вообще, было ли принципиально важно, чтобы имя неизвестного солдата оставалось именно неизвестным, потому что оно олицетворяло собой всех, кто не вернулся из боя. Как вам кажется, верна ли такая мысль? И второй вопрос, почему эта инициатива появилась только спустя 20 лет после Победы? Спасибо, Дарья. И позвольте, я начну со второго вопроса. Почему только через 20 лет? Дело в том, что 20 лет Победы отмечалось в нашей стране особым образом. В 1965 год, 9 мая, был восстановлен День Победы как выходной день. Конечно, День Победы отмечался и до этого. Известно, что в 1947 году было принято решение отменить этот день, сделать его не выходным, а рабочим. Сейчас часто можно слышать обвинение в адресе Сталина, что действительно это было его решение, что он как бы отменил. Он не отменил, празднование оставалось, проводились салюты, встречались ветераны. Правда, в отношении тех же самых ветеранов было принято еще одно решение. Отменились 1 января 1948 года выплаты за боевые награды. Эти выплаты были дифференцированы. Это была серьезная прибавка к зарплатам людей, то есть это было уважение за слуг их войны. Понятно, что было очень тяжелое экономическое положение в послевоенный период, но все-таки это был такой жест. То есть День Победы не был отменен. Но не было парадов. Парады проводились 1 мая, и они обозначали другой праздник, День Селенно-Струдящихся, а не День 9 мая. После смерти Сталина это решение не было пересмотрено. Хрущев оставил тоже День Победы рабочим днем. Ну, кстати, да, при Сталине День Победы, это выходной день, был перенесен на Новый год. А когда готовилось 20-летие Победы, новый руководитель страны, мы знаем, что в октябре 1964 года Хрущев был отстранен в власти, в власти пришел тандем Брежнев и Косыгин. И этот тандем принял решение вернуть День Победы в качестве выходного дня. И особым образом эта дата отмечалась. И именно тогда было принято решение о создании мемориала, посвященного невестному солдату. Но, на мой взгляд, это связано с тем, что произошли определенные изменения в политике, не только в отношении памяти войны, что к власти пришли, я бы сказал, прагматики. Не стоит отмечать, обсуждать личность Брежнева, реформа Косыгина. Здесь я речусь о другом. Что из внешней политики Советского Союза ушла идеология, которая была связана с именем Хрущева. Мы помним вот эту попытку, новые надежды, фактически реанимацию идеи мировой революции при позднем Хрущеве. Надежды, связанные с событиями в Третьем мире, когда оказалось, что национальное событие движение заменит собой ту мировую революцию, на которой надеялись там 20-е годы. Символ вот таких приятов Хрущева – это присвоение звания Героя Советского Союза, президента Египта и вице-президента. Это жест, который оскорбил ветеранов Великой Отечественной войны и сильно, кстати, поколебал авторитет Хрущева в стране. Потому что, ну просто это звание, которое давалось за конкретные подвиги, а вопрос, на чьей стороне были симпатии, допустим, этих египетских лидеров перед Второй мировой войной – это большой вопрос. И я думаю, что Хрущев прекрасно знал, на чьей стороне были их симпатии, но для него было важно другое. Для него были важны другие координаты. Но это после его отставки происходит изменение. Вот этот элогический фактор уходит. Какая-то попытка второго издания мировой революции, она не состоялась. Приходит прагматика, которая по-другому видит внешнюю политику, которую ее отчасти деэлогизирует. Не случайно такой, в общем-то, пример, что американцы бомбили в Вьетнам, в Советский Союз в это время, время промагировки Вьетнама, вел переговоры по ОСВ и ПРО. Кстати, не всем это нравилось и в Москве, и в Вашингтоне. Вот этот пересмотр ценностей создал базу для политики разрядки. И вот часть этого пересмотра ценностей была не только деэлогизация внешней политики, но и изменение отношения к Великой Отечественной войне. Да, конечно, тут есть, конечно, личный фактор, что Брежнев видел другую войну. Я вырос в то время, когда мы писали в школе сочинения по книгам Брежнева, там, «Малая земля» и так далее. Ну, просто это понятно, что это, больше всего-то, доведение всего, все может довести до абсурда, но реально, если вспомнили, Сталин был руководителем государства, Хрущев был политическим работником на уровне фронта, Брежнев был тоже политическим работником, но он видел все-таки другую войну на уровне армии. Возможно, это играло какую-то так же роль. Возможно. Но здесь все-таки, наверное, мне кажется, более важно было изменение отношения к политике и прагматизации. Может быть, не очень удачное выражение, но, по крайней мере, мне так кажется. И здесь тоже очень был важен вот этот символ неизвестного солдата. Понятно, что прототип, он был очевиден. Это, в общем-то, зарубежные мемориалы. В нашей стране не было подобных мемориалов, но смысл того, что он был именно неизвестным. Там были детали, как искали, как выбирали павшего для перезахоронения. Это был не солдат советской армии, что у него должен был быть обязательно ремень, пряжка от ремня, потому что отсутствие ремня порождало предположение о том, что это мог быть дезертир. То есть это человек, который погиб в бою, то есть один по форме выполнял свой воинский долг до конца. А то, что он это не конкретный человек, а память неизвестная, это был памятник всем. Позьмите, прошло 20 лет после войны. Ветераны состарились. Состарились матери, которые не дождались сыновей. Но очень важно, чтобы у этих людей была возможность прийти на могилу своих пропавших однополчан, своих пропавших детей, пропавших родителей. И поэтому был выбран именно такой формат. Ну а прототип, да, прототип он был взят за рубежом. Спасибо. Спасибо, Василий Александрович. В продолжении темы про неизвестного солдата, есть ли какие-то данные насчет того, что вообще первая могила неизвестного солдата появилась во Франции? Вообще верно ли это утверждение? И где, как вам известно, берет начало традиция почитать захоронение павших героев? Спасибо. Ну, Франция была прототипом очевидным, когда принималось решение о создании подумиралов в Москве. На самом деле Франция была не первой. Считается, что первая могила неизвестного солдата появилась в Дании. Это был памятник солдатам, которые погибли на забытой сейчас войне. Это война между Данией и Пруссией в 1849 год. Война осталась в тени. Мать, в 1849 год в Европе, да, это такая целая волна событий. Локальный конфликт за обладание территорией, которая называется Шлезвик. Потом Дания эту войну проиграла. Потом часть Шлезвика Дания вернула после Первой мировой войны, хотя сама в ней не участвовала с помощью референдума. Но вот для Дании маленькая страна, но в масштабах маленькой страны это была большая война. И поэтому там появляется первый мемориал. Это был 1958 год. Потом был мемориал известен, создан после окончания гражданской войны в США. Но опять же, гражданская война это немножко другой случай. Вот в современном понимании могилы Индии Солада это, конечно же, мемориалы жертвам Первой мировой войны. Это мы сейчас называем Первой мировой. Современники так и не называли. Это был, они называли ее Великой войной или Мировой. В нашей стране называли ее Эмпиристической. Действительно, одновременно, в ноябре 2020 года в Великобритании и Франции один и тот же день, 11 ноября, это день Камгенского перемирия, были открыты два мемориала. В Великобритании в Вестминстерском областве во Франции на площади под Криумфальной аркой. И там, во Франции, почему не прототип, появился вечный огонь. Именно на это ориентируясь. Ну, у нас, и то, что важно, это был памятник не маршалу, памятник маршалу, Кошу, на месте Камгенского перемирия. А вот здесь, в центре столицы, памятник именно солдат. Что тот человек, на бодрюре которого упала, выпала главная тяжесть войны, ну, тоже там при поиске отбирали, что это был именно французский солдат, это детали были, но темно прототип, памятник в центре столицы и вечный огонь. Поэтому, конечно же, я считаю, что именно французский мемориал против... Хотя в то время, после окончания Первой мировой войны, мемориалы были созданы и в других странах. Но про то, что в нашей стране отношения к Первой мировой было особенным, потому что Первая мировая в нашей стране снилась революцией и гражданской войны. И она получила такой ярлык эмпиротическое, я считаю, что очень несправедливо, что у нас нет памятников, практически нет памятников погибших в Первой мировой войне. Это люди... Да, они... Ведь мы знаем, что не была неудачная попытка назвать Первой мировой и Второй отечественной. Не прижилась, потому что это не была отечественная война. И люди погибали не за свое отечество, но они погибали, и, конечно, мировалы им должны быть. У нас в стране была, в общем-то, другая традиция. Это построение православных храмов, замок храмов на крови. В общем-то, известен в Москве храм на Кулишках, это станция метро Китай-город. Он посещен всем святым. Это не случайно. Это памятник всем погибшим на Куликовском поле. А посылок их было много. Это тоже, своего рода, памятник невестному солдату. Почему посещен всем святым? Потому что православные христиане что-то и носят свое имя в честь какого-то святого. И поминание всех святых означает, одновременно, поминание всех, кто назван в честь всех святых. То есть, каждый солдат попадал, не солдат, воин, в деревне Руси, попадал вот в эту категорию. Память была именно ему. Он попадал в его святой обязательно был в числе этих всех. Рубежом, конечно, была Отечественная война 12-го года. Война, которая первая получила название Отечественной. Кстати, не случайно, вот мемориал в Москве современный, создан в Александровском саду. А сад, это назван в честь императора Александра I, это тоже память войны 12-го года. В общем, иногда в 12-м году с одной стороны появляются светские памятники. Это памятники на полях сражений. Это не только Бородинское сражение, это не только поля сражений в Отечественной войне, но и в заграничном походе. И в то же время, в общем-то, составится храм. То есть, как бы, две традиции объединяются. С одной стороны, вы знаете, что проект храма Витберга пыталась построить на Рубевых горах, где сейчас стоит Московск. Значит, не сам университет, а где сейчас смотревая площадка. И что важно, что в этом храме по проекту предполагалось, вот он был стал из трех частей, из трех разных храмов, в Нижнем храме проведение круглосуточной панихиды. То есть, 7 дней в неделю в 24 часа служил в службе в память всех погибших. Всех. Тоже, можно сказать, это какой-то прототип могилы неизвестного солдата. И так, если была идея первоначально туда перенести прах действительно всех погибших со всех захоронений, со всех полей сражений. Мы знаем, что проект не был реализован, храм был построен другим императором в другом месте с немного другой идеологическим содержанием. Потом этот храм был снесен, сейчас он снова восстановлен. Но вот традиция, она вот именно эта. То есть, от таких меморальных храмов к могиле невестого солдата. Поэтому я считаю, что в нашей стране эта традиция тоже очень глубокая. Возможно, точно так же принимает различие на то, что в делении, в 12-м году было деление на отечественную войну и заграничных походов. Причем обед построен в храм был дан Александром I в манифесте об окончании отечественной войны. А после это был заграничный поход, в котором тоже погибали русские солдаты. Тоже есть памятник, допустим, при Лейцоге, при Кульме. В общем, тоже забытое сражение, где подвиг решила русская гвардия, спасла фактически союзную армию от немедленного поражения. Понятно, что солдаты русской гвардии тогда, в 1813 году тоже не думали о мировом порядке, который мы называем венским порядком. Они решали конкретную задачу допустить прорывок неприятеля. Но реально, погибая там при Кульме, они тоже закладывали кирпич в тот порядок, который пришло десятилетие, который пришел в мир безопасность в Европе, который многие мои коллеги считают оптимальным мировым порядком статирования интересов безопасности России. Заметьте, что это происходило за пределами нашей страны, в Европе. В Великой Отечественной войне не было такого деления на Великой Отечественную войну и заграничный поход. Не было потому, что уже в своем первом публичном выступлении в начале войны 3 июля Сталин принес по памяти такие слова, что наша война и свобода наше Отечество сольется с борьбой народов Европы за их независимость за свободу. Это будет единый фронт народа. То есть мы в первые дни Великой Отечественной войны сказали, что мы не только защитим свою страну, мы принесем свободу прообощенную народом Европы. И эта свобода, мы действительно принесли ее, мы не деляем от Отечественной войны, стоила очень больших жертв нашей стране. Достаточно сказать, что за освобождение Польши погибло 600 тысяч наших солдат. Спасибо. Спасибо, Василий Александрович. Как раз мой последний вопрос связан был с Европой, скажем, с количеством находящихся там вот таких вот безвестных захоронений. Как вы уже сказали, тысячи советских бойцов сложили головы за границей. Наши страны, освобождая страны Европы от фашизма, хотелось бы знать, есть ли вообще какие-то цифры в отношении того, сколько вот таких вот захоронений там сейчас находится, сколько насчитывает Европа таких захоронений. Дело в общем. Есть одна проблема, что там все-таки за послевоенные годы, за десятилетия после окончания Второй мировой войны, вот этот, перед которым называем Холодную войну, в принципе, было принято порядок сохранить. Но в чем проблема? В том, что не установлены имена. Я сам видел, в Чехии могилы написаны, где на них могилах написаны имена, там, красноармеец и его фамилия. А другом просто написано красноармеец. То есть, известно, что погиб солдат красной армии, но имя у него не было состоит, потому что медальоны часто не сохранялись. безвестных захоронений много. Их точно количество назвать невозможно. Но проблема сегодня не в этом. Проблема в том, что не в безвестных захоронениях, а в судьбе известных. Все мы знаем историю сейчас с памятником маршала Конева в Праге. Нам говорят, что вот это инициатива муниципальных властей. Это действительно инициатива муниципальных властей. Вопрос, а как к этому должны относиться руководство страны, политики, политические партии. И мы видим, что сегодня память о наших солдатах, не важно, известных и неизвестных, память о наших солдатах становится предметом политической борьбы и спекуляции. Знаете, что нам уже было важно? Была холодная война. Мы касались в нашем прошлом кругом столе вот этой темы. И является то, что мы сейчас переживаем новой холодной войной или это продолжение старой? Что просто был некий перерыв, который мы приняли за окончание холодной войны. Это не важно, потому что историки будущего у нас рассудят. Но все-таки в годы холодной войны, или, скажем так, той первой холодной войны, или первой фазы той войны, в которой мы сейчас живем, память о Второй мировой была таким сюжетом, который нельзя было трогать, который был неприкасаем. При всех разногласиях мы вели холодную войну. Это была действительно война. Джордж Кеннон придумал даже такое слово политическая война. Мы вели именно это. Но память о Второй мировой была сюжетом, который нельзя было трогать при всех разногласиях. Все были согласны с тем, что мы были союзниками во Второй мировой войне. Да, потом мы разошлись, потом мы вступили в конфронтацию, в противоборство, но то, что мы были союзниками, сомнению тогда не подлежало. Я просто вырос в то время, при всех разногласиях нас в школе учили, что в СССР кучевую роль в итоге в Второй мировой войне. Но у нас были союзники американские, английские, французские, китайские, посточноевропейские. Мы были союзниками. Это не подлежало обсуждению, не подлежало сомнению. А сегодня уже подлежит. На мой взгляд, это очень важная роль, и мы должны бороться за сохранение памяти. Почему это важно? Почему я считаю, что очень важную работу делают пасковики, которые по своей воле, не по принуждению, не по разнарядке, не по приказу работают, ищут эти захоронения и в Вятинском котле, и на Северо-Западном фронте, где погибла Вторая ударная армия, Любанская операция. Они делают очень важное дело. Они показывают, что мы помним, акция Бессмертного полка. Она показывает то же самое. Мы показываем, что пока мы помним Вторую мировую войну, пока мы помним ту цену, которую мы заплатили за нашу победу, с нами, как со страной, присосчитаться в мировой политике. Это, в общем-то, один из очень важных уроков Великой Отечественной войны. И когда кто-то, с чем мы начинали сегодняшний разговор, я показывал вам эти документы, мы стояли на пороге катастрофы. Мы не рухнули. А от нас ждали за рубежом и наши противники, кстати, и наши союзники. Известно, что это оценка американской разведки, военной разведки, что СССР продержится несколько недель, может быть, месяцев, что он слаб, он быстро рухнет. Причем, допустим, те же американские разведчики, они аргументировали, что была коллективизация. Крестьянство не должно было защищать советскую власть, которая притесняла их. И поэтому эта власть должна была рухнуть. Это открытка американской оценки лет 41-го года, когда война уже началась. Пошло несколько месяцев, и увидели, что не рухнуло. Не просто не рухнуло. Мы стояли на пороге катастрофы, но мы не дрогнули, мы выстояли. И в итоге победили в войне. И то, что мы сегодня показываем, что если мы помним наших погибших, если мы ищем безвестных солдат, если мы каждый год приходим к могиле на детство солдата, значит, мы помним, у нас это память. Это значит, что при всех разногласиях в нашей стране многих людей многое разъединяет. Оказалось, что есть то, что объединяет, то, что имеет миллионы людей. Сегодня это память о войне, в том числе память о невестных солдатах. Спасибо. Спасибо, Василий Александрович. Я готов ответить на вопросы, если они появились. Да, вопросы нам уже как раз пришли. Вопрос с тем, о чем мы сейчас с вами говорили, о сохранении исторической памяти. Как вы относитесь к понятию сохранения исторической правды в деле противодействия фальсификации истории? Я думаю, что здесь как раз есть ссылка на новую поправку в Конституцию, новое понятие сохранения исторической правды. Прокомментировать. Я не могу прокомментировать, потому что это очень большой разговор. Просто, если позволите, я сделаю такую отсылку. На прошлой неделе на нашем факультете стоялся кругу стол, посвященный историческим памяти и ее роли в мировой политике. На нашем сайте это материалы выложены. Там руководил столом руководила нашей кафедры международной безопасности, руководил Алексея Михайловна Пономарева, ныне заместитель декана нашей факультеты по науке, возможно, вам известно. И там в течение двух часов об этом шла речь с участием историков, политологов. Поэтому я не смогу сейчас за несколько минут сказать, я был один из участников, пересказать коротко, о чем шла речь в течение двух часов. Это очень большая проблема. Я считаю, что, во-первых, я поддерживаю принятие право конституции. Я предпевал сейчас это сказать, что я считаю, что память это то, что нас объединяет. нам очень важно, чтобы были объединяющие вещи. В стране очень много разногласий. Мы сейчас живем в очень трудное время. Мы живем уже реально в условиях кризиса. Мы видим, что и вирус, и связаны с ним серьезные экономические трудности. Но очень важно, что у нас есть общие ценности. Мы занимаемся, мы входят в мировой политике, МГУ, мы картерами международной безопасности. Мы знаем, что безопасность это защита ценностей. Очень важно, чтобы нам было что защищать. И память о войне это то, что мы готовы защищать. Мы должны доказывать свою историческую правоту. Потому что в правде наша сила. Спасибо. Это очень коротко, правда. Это очень большая тема, очень большой разговор. Просто мое личное мнение. А так я рекомендую всех интересующих зайти на наш сайт и познакомиться, если кому это интересно, с нашей дискуссией, которая два часа продолжалась. Прошлую пятницу 27-го числа. Василий Константинович, мы обязательно поделимся этой ссылкой. Найдем ее и пришлем мы нашим зрителям. Да, просто, просто всех интересуюся, пожалуйста. Это... Я не могу сейчас так подробно об этом всем говорить. Спасибо. Начинается очень правильный вопрос. Это сейчас очень правильный вопрос. О том, что такое День неизвестного солдата, почему он отмечается именно сегодня и не только. Об этом нам сегодня рассказал российский историк, кандидат исторических наук, заместитель заведующего кафедры международной безопасности им. им. Иванова Носова, в Курте этого мировой политики им. Иванова Носова Василий Александрович Веселов. Большое спасибо вам, Василий Александрович, за ваше время, что смогли сегодня выступить на столь важную тему и спасибо большое за очень интересный разговор. Мы ждем вас снова и на нашей программе, и на всех других мероприятиях фонда Горчакова. Всегда очень рады видеть. И этот наш эфир будет сохранен на странице фонда Горчакова, а также в YouTube-канале фонда. Его можно будет пересматривать, делиться. И мы очень рады, что этот разговор состоялся сегодня, тем более в такой год, в год 75-летия Великой Победы. Спасибо еще раз, Василий Александрович. Дарья, спасибо вам большое за то, что пригласили. Спасибо за то, что выбрали именно эту тему. Я считаю, что это очень важно, об этом нужно говорить. Здесь можно много о чем спорить. Это событие неоднозначное в Великой Отечественной войне. Здесь много светлого, героического и много темного и печального. У нас были не только победы и поражения, об этом тоже надо помнить. Важно, что об этом надо помнить. Поэтому еще раз спасибо большое за то, что вы этот разговор сегодня устроили. Я желаю всего доброго вам и нашим слушателям. Спасибо, до новых встреч. Отдельно спасибо. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. До свидания.